Всем доброе утро, мои хорошие! Девочки, представляете, я вчера легла спать и не могла уснуть, потому что я в торговом центре пила кофе с кофеином, ну уже как бы вечерком, к вечеру. И в общем полвторого уже не могла уснуть. Два часа я встала, решила время зря не тратить и начать монтировать вам видео, которое я вот сняла впервые на телефон. Пока сидела, монтировала, повернула голову в сторону балкона, смотрю, на улице уже светло. А сейчас уже 20 минут пятого. Ну мне уже осталось там немножко домонтировать. В общем, короче говоря, не знаю, сегодня я без сна, наверное, походу. Ну сегодня вроде как домашний у нас такой день будет. Ну в общем светло, красиво картинка. Машин, видите, мало еще. А, ну сегодня воскресенье, в принципе, на работу никто не едет, поэтому мало. Ну вот такой вот у нас рассвет. Ладно, пошла дальше монтировать. Девочки, в общем, уже утро прошло. Утром я легла, я еще часа три поспала. Потом пришел установщик, зеркало установил, ванны. Ну в общем, короче говоря, мы тут сейчас дочкой шуршим, просто капец. Я вот тут сейчас отрезала линолеум, вот эти вот кусочки доложила. Оно не под занавеской, поэтому там я не подгоняла по свету, ничего. Сейчас такой бардак, просто, конечно, конкретно вот это вот. Видите, я тут режу, линейка у меня тут, все дела, все как положено. А сейчас решили куски линолеума остались, на балкон постелить. И в общем, все, что мы с балкона там понапихали, там всякие коробки, всякое вот это вот наше добро, санки, чемоданы, все такое проще. Просто, 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 сейчас тут не пройти. Но мы оттуда все выгребли, чтобы там застелить линолеум, чтобы там было цивильненько. Нам же там желези уже повесили, то есть там сейчас уже создаем уютик на балкончике. Вот. Ну, а ванну я не буду вам, девочки, показывать. Ванну вам покажет дочка, там зеркало повесили красиво, она там сейчас все приберет красивенько, и вам все покажет. Вот. Ну, и потом вот это вот надо будет сейчас убирать, прибирать. В общем, занимаемся. Картонки у нас там были постелены еще на балконе. Тут и картона куча надо будет свернуть. Что-то выбрасываем. Мешок вообще старых игрушек. У нас было две коробки огромные. Мы переполовинили. В общем, делами занимаемся. Все. У нас тут полный, полный жесть. Мне даже некогда камеру взять в руки и поснимать камеру. Поснимать вам что-нибудь. Ладно, наведем порядочек. Тогда я уже пообщаюсь с вами. В общем, девочки, как-то так вот из кусочков, из кусочков. И, в общем, положили линолеум как могли. Ну, там в самом конце там кусочка нету, но там сейчас заставим все равно чемоданами, сумками, коробками. В общем, хотя бы, я хотела, чтобы здесь хотя бы вот эта площадочка была у нас застелена. Это линолеум временно лежит. Просто пока, это уже потом, когда будет ремонт делаться на балконе, тогда уже после этого уже последний цельный кусок окончательный купим и положим. А сейчас так, хоть приличненько уже. И жалюзи меня прям радует. Солнце, вот оно вот там вот где-то есть. Даже, не знаю, вам, наверное, его даже и не видно. Оно вот сейчас вот напротив меня, точечка беленькая. Это солнце сюда светит. Вот, так что теперь прохладненько и хорошо на балконе. Я кайфую. Уже можно с открытым балконом, со сплитом жить. И на балконе тоже обитать. Ну вот, девочки, ну Деня тут уже разбросал немножко игрушки. Вот тут вот сделали ему, он тут играется. Все у нас линолеум. Тут у нас жалюзи. Вот мы уже три штуки открыли. Ой, а что это такое на улице? Это дождь? А, это дождь. Да, на улице дождь идет. О, дождь. Я сначала подумала, это снег, прикинь. А вот там небо чистое. Как если я включить, смотри. А он быстренько сейчас пройдет, этот дождь. Можно это просто вставать. Ну, тут какие-то еще вещи оставили, но оставили мало вещей. Здесь было просто их, было здесь очень много. Ребенку тут нравится, котенку тут нравится. Котенок тоже сразу зашел на коврик, лег и поспал. Если котенку понравилось, значит все окей. Ну и все, девочки. Ну, вы видели, тут было у нас очень завалено все вещами. Вещи все поубирали, кучу выбросили. И мусора просто очень много. Полики помыли. Все, у нас полики чистые. Тут у нас порядочек. Тут у нас все порядочек. Все эти картонки, все это повыбрасывали. В общем, везде у нас кругом чистота и порядок. Но нам на этот порядок ушел целый день, да, доча? Целый день. Это такой еще относительный порядок. Это относительный. Так это вот у нас пришел установщик. Это вот зеркало он вешал и жалюзи вешал. Он ушел в час, да? Я еще ничего не ела, что ли, да? Или что, не поели мы что-то? Я овсяную кашу утром как поела, больше ничего не ела. А, мы с тобой вот этот, овощной рагу мы с тобой по полторелочке поели, да. Вот, ну в общем, в общем, в общем, в общем. Вот такие вот дела. Девочки, все, я замученная. И, короче, сейчас пойду купаться. И поэтому даже и не показываюсь вам. Доброе утро, девочки. Я проснулась раньше всех, как всегда. И сейчас варю борщик. Пока мои спят, кошка вместе с ними спит. Я решила сварить борщ, пока еще не жарко. Хотя уже начинается духота у нас. Сегодня будет, наверное, жаркий день. Вот, так что... Устала вчера очень сильно. У меня уже не было сил не снимать ничего вчера. И сегодня проснулась. У меня прямо спина, до спор болит, все мышцы болят. Ну, вчера большую уборку, конечно, мы сделали. Но я прям довольна сейчас захожу на балкон. Ну, тут прям кайфово. Вот такой вот импровизированный сделали детский уголок. Ну, это сейчас пока. Пока тепло, пока лето. Пока спальня у ребенка не сделана. Тут у него доска. Рисует он. С другой стороны там рисовалка. В общем, уютненько. Ну, и железяки повесили. Вот тут мы подняли сейчас. Такие вот хорошие железяки. В общем, свет дают, но солнце не проникает. А на улице на данный момент у нас, что, немножечко так пасмурно, облачно, но уже душно. Ну, вот борщик у меня тут уже варится. Капусточку нарезала. Зелень с чесночком. Все, все положу туда, что положено. Ну, я не буду уже снимать готовку. Вы знаете, как я борщ варю. Это у меня уже в предыдущих видео есть. Кому интересно, смотрите. Ну, а зеркало я вам еще не показывала с подсветкой. Ну, вот сейчас только зеркало включено. Верхний свет не работает. Ну, не включала я. Ну, как-то тут уютненько. Приветик всем. Ну, тут еще надо будет прибраться. Дочка этим сейчас занимается. Вчера занималась, но уже не хватило сил. Девочки, борщик мой готов. Такой вкусный, красивый. Пахнет. Сажусь кушать. Деня, кушаешь борщик? Вкусно? Хлебушек не надо в тарелочку. День, бери ложечку, кушай картошечку. Давай, бери. Картошечку кушай. Попросил борща. Картошечку. Хотя он не голодный. Только что макароны съел, яблоко. Ну, ничего, он поест. Ну, так, в принципе, он не очень любит у нас первые блюда. Денечка, ты будешь картошечку кушать? Бери на ложечку. Набирай на ложечку. Картошечку в ротик клади. А мы посмотрим. Хлебушкам помогай. Молодец. Скажи всем привет. Всем привет. Все, молодец. Ой, как мы сладенько спим. Лапка под головой лежит, так. По-человечески спит прямо. Ну, что, девочки, сели в машину, мы поехали опять в ОСАГО. Короче, там не получается эту вторую ошибку исправить. И сейчас мы будем пытаться расторгнуть договор с ними, чтобы вернуть свои деньги и сделать просто по новой все. 20% и выставим еще? Да, 20% им оставим денег, но тут уже вопрос в том, что сейчас надо ехать за документом, чтобы там это все как-то там оформить. Документ бланк этот купли-продажи. В общем, целое дело. Вот, ну, а мы сейчас едем по Нахичеване, по этим линиям. Вот такие узкие улочки тут у нас. Это какая у нас тут улица мы едем? Мурлычево. Это улица Мурлычева. А поперек идут линии. Ну, вот на Мурлычево прямо, прямо и прямо, по-моему, там все время ехали. Вот, в общем, короче говоря, сегодня у нас пасмурно, вчера дождь прошел, вечером все высохло. Сегодня у нас передают дождь, но вот мы ждем. Он так по чуть-чуть капает немножечко. Да, вот на стеклах вижу капельки. Вы тоже видите капельки на стеклах. Ну, вот лишь бы он не ливанул. Вот убегать под дождем еще не очень-то комфортно. Я не одела сегодня свою новую шикардосную обувь. Да, мы решили не портить пока ничего, новое пока ничего не портить. Мы в том же самом, в чем мы были. Пусть сезон дождя уйдет. Столько тряпок, столько тряпок мешками, но мы в одном и том. Мешками тряпки таскаем с Василька, а ходим в одном и том же. Ну, девочки, я приехала к дочке вообще на два дня. Поэтому я взяла с собой один сарафанчик легенький. И, в общем-то, в нем дома рассекаю. Ну, естественно. Уже месяц рассекаю? Неделю. Неделя только? Неделю. Ну, кажется, месяц. Да, ну, кажется, вечность уже целую. Ну, понятно, что я в этом розовом, в одном и том же. Ну, сейчас, кстати, домой заскочу, блузку могу переодеть. Если хотите, без проблем, могу другую одеть. Мне как-то без разницы. У нас маршрут один. Дома сага, дома сага. Ну, да, свежи как бы. Ну, может быть, мы сейчас закончим, если сегодня все будет круто. Ну, сегодня я отправлюсь домой уже сразу. Да, было бы классно. А лицо видали? Да, что-то мне не верится. Тут осталось уже. В чем подвох? В чем подвох? Осталось до конца работы этим там, то там, то там очередь. Это еще РСА, вот это там что-то выпендривается, зависает где-то у кого-то чего-то. Ну, как она сейчас объяснила, что типа РСА не дает исправить ошибку. Уже вторую, конечно. Да, и типа вообще тоже ошибку РСА сделала. В общем, короче говоря, ничего не поймут. Конечно, да. Ошибку сделала РСА, теперь не дает. Да просто второй раз ошиблись, и уже РСА такой думает, что за херня? Что-то там мутят. И не дает исправить. Короче, все. Я говорю, ну, блин, мне это не устраивает. Я хочу расторгнуть нафиг все это с вами и все. И заново все начать. Жизнь с чистого лица. Листа. И с другой страховки. С другой страховки. Вообще у другого страхователя. Что-то мне тут не нравится уже. Что-то я попала к ним. Да, сколько мы, кстати, к ним ездим. Девочки, это альфа-страхование, чтобы знали так на всякий случай. Да. Вот альфа-банком я довольна вообще прям. Вообще нет никаких претензий. А вот альфа-страхование у нас в Ростове лично вообще. Что-то они меня разочаровали. Как-то у них, да, вообще с организацией работы. Какой раз мы туда ездим. И постоянно. Один раз только был, по-моему, консультант, который консультировал, куда кому пойти. И все. А тогда люди приходят такие, а куда? И такие все молчат. Они не поймут, куда им вообще идти. Она сказала, ошибку исправить можно только в центральном офисе. Никаких исправлений, добавлений не могут делать в других офисах. Агенты, да, не могут делать. И все. Так они сами и не могут ничего сделать. Получается вообще... Не, подожди, добавления могут делать агенты. В чем дело? Я же добавляла сына. Нет, добавлять могут, да, ошибки менять и расторгать. Ошибки не могут. Но у нас как бы из-за ошибки вот это вот все ничего не получается. Странно, короче. Как-то странно, как-то все странно. Это ощущение, что офис главный, там, где все решают, где могут решать реально все в касании, находится где-то в Москве. А здесь такой вот, как бы, придаточек, а который ничего не решает. Она все через Москву. А Москва говорит, ну, мы не видим, как бы, документы, там, вот так вот все. И, как бы, она такая сама не знает, что делать, как бы, и там не дают, и, как бы, и что делать. Да, главное, вроде приличное заведение, центральный офис, находится в центре города. У них там охранник такой, дядечка, ходит в трико. И он такой подходит, подходит, люди сидят, он подходит и говорит, я что-то не понял, а где маски? Быстро маски все надели. Быстро все маски надели. Вообще, я такая сижу, думаю, что такое, куда я попала? Вообще. И главное, все проигнолировали? А все сидят молчатые, все как-то люди вроде интеллигентные сидят. А он как бы высказался и ушел. Да, такой старенький босяк подошел. Я не понял, что дело, где ваши маски. Показали вам вместо и ушел. Вообще, да. Все проигнорировали, никто не обратил внимания. Никто не подсуетился маску там где-то достать. Надо было ему просто взять, масочки всем пройти, раздать, попросить. Короче, я смотрю, там вечные очереди, вот это вот как все делается. Я вообще такая... Да главное, что там сидит, она одна работает. И очередь толпа человек. Может, конечно, везде так в страховках геморрой, но пока что опыт вот так непосредственно есть. Мне кажется, в центральном офисе могли бы не одну девочку посадить, при том, что там рабочих мест как бы не одно, да? А работает почему-то одна. Нет, там работает еще одна в другой. Ну, как-то все неорганизовано, непонятно. То есть, вот ты заходишь, да, открытое пространство, и ты видишь только одного человека. А во сегодня зашли, вообще никого не было, да? То есть, были кабинеты. А уходили, видела, сколько народу? Да, сидят люди, вообще не могут понять, куда, кому идти. Они спрашивают нас, а вы знаете, где вот это делают, или вот это? И мы не знаем. Надо вот там-то спросить. И вот они ходят по кабинетам, спрашивают. Жива очередь. А тут раз была одна очередь, а тут пришел человек, раз, вторая очередь. Все что-то переметнулись, короче. Я так это посмотрела и думаю, может, свалить отсюда быстрее. На самом деле, центральный офис решает сложные вопросы, вот типа нашего. И каждый вопрос такой сложный, он занимает какое-то время. Помимо того, что еще и РСА зависает, то есть, мне кажется, там могли бы хотя бы двоих посадить, как минимум. Вообще, консультант должен сидеть, который распределяет весь народ. Кому куда пойти. Как в любом банке, в том же Альфа-банке, стоит на входе человек и говорит, что вот вам куда, вам что нужно сделать? Вот это нажимайте, вот здесь регистрируйтесь, вас позовут к окошку. А здесь ничего, нигде не зовут, народу много. Еще и центральный офис. Ну, она сегодня нас без очереди приняла, потому что, ну, мы-то уже, уже бы, да, еще бы. Мы-то уже там, знаете, как они, завсегдатые, да? Мы уже там работаем, да. Мы уже там подсказываем людям, куда что делать. Вообще ужас. Нам уже должна заплатить зарплату. Да уж. Ну, ладно, девочки, сейчас, сейчас бегать придется. Главное, я вчера ничего не могла вам толком снять, потому что быстрее, быстрее, хотелось скорее вчера все убрать. И вот это вот ходишь, тут все сечет, блин. И, короче говоря, некогда было взять камеру. Даже сын с невесткой вчера приходили, они там шкафчик один беленький забрали. Я даже камеру не взяла, чтобы там что-то снять, потому что вот не до камеры, ей-богу, было, да. И сегодня вот как-то так, вот все, сейчас бегом, скорее, быстрее, в общем, какая-то вот не пойму. Экшн жизни, я уже хочу быстрее, в общем, сделать это новая сага. Экшн жизни. С селеной по-другому никак. А, да, да, ну нет, ну это ж не для меня, экшн, ты че. Не, ну правда, я... Иногда немного экшена, че. У меня уже сотрясение мозга от этого вашего экшена. Подожди, зато сейчас ты придешь домой, отдохнешь, вытянешь ножки, ты почувствуешь разницу, понимаешь? Ты заценишь... Во-первых, я не сейчас приду домой, начнем с того, что... Ну, ну сейчас я... А во-вторых, я приду домой сегодня, но не к себе домой приду. Подожди, может, еще и сегодня к себе придешь, если все успеет? Ну, это такой маленький процент вообще. Ну, надо верить, верь, верь, верь маму. Я, честно говоря, уже больше всего хочу просто не быть привязанной к машине, к селене. От селены я туда хочу уже. Да, ну, она меня надоела, честно. Да. Честно, честно, да, я говорю. Честно, честно. Да, да, честно. Хватит. Хватит, да ладно. Хватит. Девочки, заскочила домой, переодела блузку. Все для вас, все для вас. Кому-то хотелось, чтобы я поменяла блузку. Ну, вот видите, я одела другую. Вы, кстати, ее видели. Но она, что-то я смотрю на телефоне, смотрится прям другим цветом. Такой бирюзовый-бирюзовый. Еще класснее. Еще класснее, да. Вот, мои хорошие. Так что, взяла я там этот документик. И сейчас мы едем обратно в этот офис. Ну, а что у нас жизнь такая? Офисная такая жизнь у нас. Вот, так что. Будут спрашивать, чем занимаешься. Скажи, я офис на работе? Я, да, я каждый день езжу в офис. Конечно. Да. Веселая жизнь у нас такая. В общем, девочки, в конце концов, в общем, уже сколько? Пять часов сейчас, да, времени. Мы вернулись же в офис. В общем, она разводила руками, разводила руками и сказала, ну, придется только договор купли-продажи нам, через, через, на основании его только вам сделать расторжение этого договора. Потому что вы так будете ездить, говорит, до бесконечности. Там ничего нельзя сделать. В общем, невозможно ничего сделать. В итоге... Я купила маму и тачку. В итоге. В итоге я же вот это поехала домой за вот этим документом, который паспорт называется. Вернулись обратно в офис, написали этот договор. Вот. И все, расторгли, в общем, мы с ними отношения. Но они там удержали сколько процентов? Двадцать... Чем-то, да? Двадцать три процента. Двадцать три процента удержали. То есть месяц ты использовала? Ну, я месяц использовала, но потеряла я в деньгах две с половиной тысячи. Да. Ну, за сколько ты его купила? Восемь... Сколько это было? Восемь с половиной. Восемь с половиной покупала, месяц поездила, две с половиной подарила. Да. И, в общем, там, ну, пять с чем? Пять девятьсот с чем-то, короче. Ну, почти шесть тысяч, в общем, мне вернется. Вот. И, в общем, получается, чья вина? Моей вины тут нету. Сплошные косяки ихние. А платишь? Мало того, что моя беготня, мои нервы, все. И я еще две с половиной тысячи потеряла. Вот. Вот таким вот образом. Вот так, да, девочки. Ну, а сейчас мы попытаем счастье, я не знаю, там, заехать к знакомой девочке, которые занимаются этими... Ну, мы уже не будем заключать с этим альфа-страхованием ОСАГО. Уже что-нибудь, какое-то другое страхование я хочу, потому что у меня Осковина уже на них просто. Не хочу я с ним больше связываться. Вот. Ну, все. Ну, посмотрим, что будет дальше. Скажу я вам, какие изменения происходят. Сделаем мы сегодня? Сделаем сегодня или не сделаем. Посмотрим. Успеем, не успеем. Получится, не получится. Не знаю. Девочки мои хорошие. Так все сложно, что я даже не знаю, с чего начать вообще просто. ОСАГО это, оказывается, какая-то непонятная мафия, я так думаю. У меня такое впечатление. В общем, мы поехали в другое место сделать заново ОСАГО. Там мы расторгли. Поехали в другое место сделать ОСАГО заново. Начали делать ОСАГО заново. Выясняется, что у меня, оказывается, бонус, малус. Пока мы доехали, он стал у меня 0,95. А был он у меня 0,75. То есть, короче говоря, как мы выехали с того офиса, был 0,75. А сюда приехали, стал вдруг 0,95. То есть, он у меня поднялся на 4 пункта. Ну, это же как бы сумма денег, да, теряется. Но зато ОСАГО можно сделать. Ну, мы уже думаем, ладно, уже делайте. Я уже говорю, делайте ОСАГО с этим бонусом, малусом. Я потом буду как-нибудь разбираться. Не знаю, правда, где разбираться, с кем разбираться, что, чего, не пойму. У меня ДТП не было, ничего не было. И у меня это, ну, бонус, малус, он у меня как бы снижался. Ну, как бы лучше, лучше, лучше. Он у меня все лучше и лучше был. А сейчас вдруг раз и, короче, вдруг испортился. Ну, ладно, бог с ним. Это еще не все, это еще не все. Значит, что ей выясняется? А, она говорит, нужно ТО делать. Но если вы его делали, то его не надо делать повторно. Я говорю, я делала, всегда делаю. Она смотрит, говорит, у вас за последние 2 года ТО нет. А я говорю, как нету ТО, я же за него платила, ну, как бы делали. Она вам выдала, говорит, диагностическую карту. Я говорю, ну, я не помню, как бы пачку бумаг в файле мне дали и все. Вот. А я говорю, я сейчас могу по сумме денег посмотреть, потому что я с карточки платила, а у меня есть чек, у меня остался чек, который я заплатила за сам полис. И вот сумма чека одна, а деньги, сумма денег, которая с карты списана, когда я расплачивалась, она идет вот больше, как раз она говорила, там, то ли 700 рублей или 800 рублей. Так, то есть, получается, а куда эта сумма денег подевалась, если выясняется, что ТО у меня, оказывается, нет. Так у нее же я еще и в прошлый раз делала, за последние 2 года у меня нету ТО. Получается, что она получила эти деньги, положила себе в карман. Так еще выясняется, что за прошлый год, да, у меня, оказывается, я не зарегистрирована в ОСАГО было. Так получается, что у меня ОСАГО недействительное было за прошлый или позапрошлый год. Это которое я делала вот в том месте, где я делала последние 2 года. Короче, история покрыта мраком. История покрыта мраком. Это не факт, она сама смотрит просто и говорит, не могу понять, у вас нет. Да, в общем, происходит с ОСАГО, такие страшные вещи, девчата, просто страшно, никто ничего не может понять. Мы тем более ничего не можем понять. Те, кто в офисах сидят, в одном офисе, в другом, короче, вот ничего никто не может понять, что происходит вообще. Но главное, что главное? Ну, главное я сказала, я говорю, главное я сказала, что ОСАГО сделали, мы новый, писали туда моих детей двоих, как и положено. Но дело в том, что я потеряла в этой всей эпопее, да, я потеряла бабло, я потеряла нервы, я потеряла бонусы, малусы вот эти свои, в общем, потеряла я. Ты только бонусы потеряла, бабло ты не потеряла. Ну, в общем, просто, ну, как бы я имею в виду, нет, я имею в виду, девочки, если с этим столкнутся, они потеряют бабло, я по-другому выражусь. Что человек теряет, я же объясняю, вот, я объясняю, что человек теряет. Я думаю, что у тебя на шее сижу, ты там теряешь деньги. Нет, нет, я просто говорю в целом, да. А то меня и так хейтят, мамочка бедненькая, а я плохая. Да ты всегда у них плохая, там, у некоторых людей. У некоторых людей ты всегда плохая, так что прими это как данность. Вот. Но большинство ж тебя любят, и все. Вот такие дела, девочки. Короче говоря, у меня сегодня взрыв мозга, я в полном каком-то недоумении, в какой-то непонятке, что происходит вообще, что это такое вообще. Что, 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 что происходит, объясните мне, кто понимает, а? What the fuck? Вот, да. Так что, ну, все, в общем, самое главное сага сделай, я могу теперь машину отдать дочке, но я сегодня просто домой уже не в силах ехать, мне нужно с нормальной головой это собраться спокойно, собрать там что, ноутбук и все, вот. Ну, завтра уже посплю, проснусь утром и поеду, да, вызову такси и поеду. Все, разбег, разбег и девичья фамилия, дочка в одну сторону, а я в другую. Я хочу домой уже отдохнуть, при том, что у меня уже Василек пришел посылка, у меня пришла посылка с другого еще этого, интернет-магазина тоже. И мне нужно снимать для Вас видео, покупочки вот эти. В спокойствии. Да, в спокойствии, мне нужно от всех отдохнуть в тишине, чтобы взрыв мозга прекратился и мозги начали соображать как положено, без всякого там сотрясения мозгов. Вот, ну, такие дела. Девочки, ну, на этом я, наверное, свое видео сейчас хочу закончить. Я хочу его смонтировать сегодня и завтра уже начать новый влог. Вот, хочу, чтобы Вы уже увидели вот это все безобразие. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok